Вот здесь он стоял, отсюда ушел в воду, здесь же волонтеры разбили лагерь, и отсюда первые аквалангисты ныряли в реку. Сильное течение, большая глубина, коряги, так называемый циркуль и его прибрежные зоны, аттракцион для местных жителей. Несмотря на запрет, здесь десятки купающихся. Создать волну и просмотреть уже в который раз все прибрежные зоны. Активисты и спасатели МЧС Коголыма рассекают воды Ингуягуна. Вдоль береговой линии и в лесу добровольцы и сотрудники МЧС прочесывают лес, вглядываются в каждую корягу, кочку. Вся территория поделена на квадраты, а под водой дно методично осматривают водолазы, представители Центроспас Югорий и дайверы Коголымского клуба «Лагуна». Всех, кто владеет навыками погружения, освободили от служебных обязанностей. На постоянном месте работы привлекли к общему делу. Обследовано более 10 тысяч квадратных метров. Мы можем подписать акт на этот участок, что здесь, после окончания этих работ, что здесь железно ничего нет. Потому что мы сейчас идем, ну просто каждый сантиметр руками, верьте. Стало известно, что вот-вот прибудут свежие силы водолазов из Сургута. В помощь специалистам, обществам «Лукоил Западная Сибирь» приобретен специальный эхолот для работы на глубине. Усилить меры по поиску мальчика, разослать ориентировку по Сургутскому району, а также перенести штаб аварийно-спасательных работ в район бывшей лодочной станции, где имеются подъездные пути и возможность организовать патрулирование в противоположных направлениях. Такие решения приняты сегодня на очередном оперативном совещании с участием представителей МЧС, полиции, администрации, предприятий города. Координирование и действия каждые три часа. К поискам подключены все спецслужбы. Полиция с кинологами работала в первый день пропажа, и потом приводили собачку вместе с кинологами, с собакой были. То есть собачка отработала, показала, куда ребенок зашел, что ребенок зашел в воду, где одежда осталась. Организована работа маломерных судов, принадлежащих ТПП ГАГЛМ «Нефтегаз», ПОФ «Нефтегаз», Лукой «Лаик» в круглосуточном режиме. То есть будет патрулирование речной акватории на протяжении 30-40 километров. Вид сверху. Весь день вертолет обследует акватории реки с воздуха. Летать будут и завтра. Особое внимание на левый берег. Болодистая местность. Пешком все не пройти. Четвертые сутки сегодня будут. Как его ищем. Вот создали лагерь, помощь. Наверное, я честно скажу, раньше не думал бы, чтобы в Когалыми столько есть доброты, помощи. Уже перекрыто русло реки специальным заграждением. Постоянно на месте работают спасатели, дайверы, волонтеры. Лагерь снабжают всем необходимым. Юлия Офисенко, Евгений Скляров. Специально для новостей.